Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Франциско Артура Микелена Кастили. Минсуэльский художник, известный своими историческими и жанровыми сценами и портретами. Я пользуюсь Википедией. Его отец был художником. Мать была дочерью художника-монументалиста Педро Кастили. Начал рисовать в очень раннем возрасте по урокам своего отца. В 1874 году, когда ему было всего 11 лет, он нарисовал иллюстрации для американского издания «Венесуэльские обычаи». Журналист Франциско де Салис Перес стал его спонсором и ввел его в круг влиятельных людей, связанных с государственным деятелем Антонио Гусманом Бланко. В надежде получить для него стипендии. Позже брал уроки у французской художники-эмигрантки по имени Констанце де Саваж, которая была ученицей Эжена Девери. С 1879 по 1882 год он и его отец управляли частной академией живописи в Валенсии. Выполняли заказы на портреты, настенные росписи и копии старых мастеров. В 1883 году эта экспозиция позволила ему выставить две картины на большой выставке, посвященной столетию со дня рождения Либертадора, где он был награжден серебряной медалью. Получил правительственный грант на обучение в Европе, отправился в Париж, где поступил в Академию Жулианы и брал уроки у Жана Поля Лоренцо. Вошел в салон в 1887 году с картиной под названием «Больной ребенок», которая была награждена золотой медалью второй степени, высшая награда, которой до того времени удостаивался иностранец. Годы спустя картина была приобретена семьей Астор и перевезена в Нью-Йорк. Он получил еще одну золотую медаль на Всемирной выставке 1889 года за изображение Шарлотты Карде, направляющейся на виселицу. В 1889 году внезапно вернулся в Венесуэлу и вскоре женился на ластыне Телио Мендо, дочери известного коллекционера произведений искусства. После этого он и его невеста вернулись в Париж. В 1890 году его наняли для создания иллюстрации к работам Виктора Гюго. Он также получил заказ от правительства Венесуэлы на создание работы, которая будет представлена городу Нью-Йорку в благодарность за гостеприимство, оказанное генералу Хосе Антонио Паэсу во время его ссылки туда. В 1892 году заразился туберкулезом и по совету своих врачей вернулся в Венесуэлу. Там он рисовал модные портреты и был назначен официальным художником президента Хоакина Креспу, получив крупный заказ на роспись украшений во дворце Мерафлорес, официальной резиденции. Умер от туберкулеза в 1898 году в возрасте 35 лет, оставив многочисленные работы незавершенными. Вот так вкратце с переводной википедии о венесуэльском художнике, который известен своими историческими жанровыми сценами, Франциско Артура Микелена Кастильо. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.